Настоящий концлагерь для животных обнаружили зоозащитники в деревне Анисимово под Тверью. Организовал его один из местных жителей. Как сообщают очевидцы, мужчина каждый год заводит новых собак и фактически уничтожает их, моря голодом и издеваясь. А в заброшенных машинах около дома заперты десятки кошек и котят. Съемочная группа нашего телеканала побывала на месте событий и увидела все ужасы нечеловеческого содержания четвероногих своими глазами. О том, что она увидела на одном из участков своей родной деревни в минувшую пятницу, Алевтина Быкова рассказывает с большим волнением. Женщина была одной из тех, кто незамедлительно поехал в деревню Анисимово Калининского района, как только в социальных сетях появилась информация о собаках и кошках, которые содержатся в ужасающих условиях. Животные, рассказывали очевидцы, прикованы к коротким цепям и буквально висят на них. А в старых автомобилях ютятся два десятка кошек и котят. Картина, конечно, оказалась даже еще страшнее, чем на фотографиях и на видео, потому что старый овчар, дик, пёс, которому больше десяти лет, проживающий в пологнилой будке, также на цепи. У собаки огромная рана на голове, голова была пробита, текла кровь. То есть хозяин, видимо, совсем недавно общался с собакой, в курсе всего, и помощь не оказал. По словам женщины, самый настоящий концлагерь для собак и кошек в деревне Анисимова организовал один из местных жителей. Односельчане зовут его Львовичем. Речь идет о пенсионере Александре Неманихине. В деревне, рассказывает Алифтина, он проживает на протяжении последних семнадцати лет. И с момента его появления в Анисимово поведение пенсионера вызывает большие вопросы у соседей. Человек начал заводить животных, это были собаки. Одна из собак умерла, непонятно почему. Один из щенков проживал у человека в машине, находясь на привязи, на короткой цепочке, когда он не мог лечь. Щенка изредка кормил хозяин картофельными очистками. И когда местные жители начали бить тревогу и просить о помощи, мы сами уже начали заниматься этим вопросом. О самом Львовиче односельчане знают мало. Пенсионер, рассказывают они, ведет довольно закрытый образ жизни. С соседями почти не общается. Семьи у него нет. В последний приезд за защитников и съемочной группы на его участок из дома мужчина так и не вышел. Достучаться до него не получилось. Ему нравится такое поведение, как бы на протяжении многих лет он смотрит на людей, издеваясь над животными. Смотрит на нашу реакцию и понимает, что ему ничего не будет. То есть это безнаказанность. В этот раз он просто не вышел и посчитал нужным такое поведение допустимым. К заполученному дому зоозащитники даже вызвали местного участкового. Представитель власти, рассказывает очевидцы, на место приехал лишь спустя два с половиной часа после вызова. Но даже сотруднику полиции дверь ни Манихин не открыл. В настоящий момент неравнодушные граждане пытаются добиться возбуждения уголовного дела по факту жестокого обращения с животными. Но пока безрезультатно. Вместе с тем зоозащитники готовят обращение в прокуратуру, в котором будут требовать от надзорного органа действий в отношении пенсионера. Конечно бы очень хорошо было бы, чтобы этот человек был ограничен законом в том, что он не смог бы больше заводить новых и новых животных. Но, к сожалению, как это сделать на законодательном уровне, я не знаю. Наш телеканал продолжит следить за развитием событий.